Это суп или все-таки рагу? Это лучше. Это гуляш. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Некоторое время назад я показывал один из вариантов Азу по-татарски. Великолепного Азу. Если пропустили, обязательно посмотрите. Потому что, во-первых, это действительно великолепное блюдо. А во-вторых, чтобы понимать, где собака зарыта. Делая очередной выпуск кулинарной пропаганды, иногда не ограничиваюсь только видеороликом, а пишу еще и статью, которую публикую у себя в ЖЖ, ну или еще бывает на Пикабу. Так вот, иной раз появляются знатоки с заявлениями типа «Ну, вкусно, конечно, только это не Азу, а обыкновенный гуляш». Или «Да, наверное, это вкусный суп, но к настоящему украинскому борщу он не имеет никакого отношения, потому что в нем нет фасоли». Подобным он документаторам и в голову не приходит, что прежде чем делать заявление такого типа, надо бы провести серьезные исследования, а не отталкиваться от того, что они услышали от бабушки. Я ничего не имею против бабушек. Я всего лишь намекаю, что бабушек много. У каждого была когда-то бабушка, и не одна. И делать какие-либо выводы стоит только после того, как опросил достаточно большое количество бабушек, как минимум несколько сотен. Так вот, возвращаясь к козу, которая якобы гуляш. С гуляшом в головах достаточно большого количества жителей нашей необъятной сложилась и зарядная путаница. Вот, чтобы разобраться с этой путаницей, я и затеял сегодняшний ролик. Тема эта обширная, поэтому пройдем на рабочее место, начнем готовить, а в процессе все расскажу. Начало у меня традиционное. Как всегда, подготавливаю рабочее место. Полотенце под доску, чтобы она не скользила. Острый нож. Начнем готовить. Весь процесс начинается с обжарки мелко порезанного репчатого лука. Постоянные зрители канала это уже видели, а внимание новых зрителей обращаю вот на этот и на этот ролик. В одном я показывал, как можно быстро порезать лук, чтобы не тратить лишнее время на кухне. А в другом показываю и рассказываю способы нарезки лука. Причем не просто как порезать, а почему та или иная нарезка применяется для того или иного блюда. Посмотрите, будет интересно. Ну или загляните в описании видео. Ссылки на эти ролики там тоже есть. Так вот, насчет гуляша. Путаница с ним возникла довольно давно, с легкой руки советского общепита, я считаю. Гуляш это венгерское блюдо. Это густой суп. Это очень густой суп, но все-таки суп. А есть в венгерской кухне не просто гуляш, а сикей гуляш. Секлеровский гуляш. Или иначе его еще называют трансильванский. Так вот он, в отличие от этого обычного стандартного гуляша, действительно скорее рагу, чем суп. Но, в отличие от обычного гуляша, он готовится со сметаной и, самое главное, с квашеной капустой. Отправляю лук обжариваться. А то, что в советском общепите частенько называли гуляшом, на самом деле в венгерской кухне называется перкельт, что означает подпаленный или слегка поджаренный. Есть у венгров еще одно близкое по духу к названному блюду, которое называется токань. И во всех этих блюдах очень важную роль имеет большое количество обжаренного лука и, самое главное, паприка. Причем, та паприка, которую в Венгрии культивируют и используют для своих блюд, очень сильно отличается по вкусу, по аромату от тех перцев, которые можно купить в России. Все перцы, это перцы разных сортов, имеют разный вкус. Ну, как на примере яблок. Зайдите в магазин, если вы их сами не выращиваете, и посмотрите на выбор. Попробуйте разные яблоки. С закрытыми глазами можно одно от другого отличить, правильно? С перцами та же самая ерунда. Паприка, которую используют венгрии для своих блюд, имеет остроту отличную от нуля по шкале Сколвилла. Для тех, кто не знает, Сколвилл предложил такую градацию для определения остроты перцев. Берется одна часть растертого в пюре перца, берется некоторое количество частей воды, смешивается. Так вот, 100 единиц по шкале Сколвилла означает, что нужно 100 частей воды смешать с одной частью перца, для того, чтобы в этой смеси перестала чувствоваться острота. То есть 95 частей воды и одна часть перца острота еще есть, чувствуется, а 100 частей уже нет. Это значит, что этот перец по шкале Сколвилла имеет 100 единиц. Есть перцы, которые по шкале Сколвилла имеют 30 тысяч единиц, 50 тысяч единиц. Представляете, насколько острые? Та паприка, которую используют венгерской кухни для вот этих блюд, даже сладкая паприка, имеет по этой шкале 30, 50, 100 единиц. Так вот, если вы хотите получить вкус настоящего венгерского гулеша, или перкельта, или паприкаш, или токани, используйте, кроме сладких перцев, которые вы можете купить, обязательно используйте сухую паприку, желательно венгерского происхождения. Потому что именно она даст то буйство красок, то богатство ароматов, которые вы можете попробовать в Венгрии. Сладкими перцами, которые вы растите у себя на огороде, или покупаете в магазине, только если вы не спец, который культивирует именно те венгерские сорта, вы не добьетесь того вкуса, который нам нужен здесь. Ладно, заболтался, нарежу мясо. Лучше всего для этого блюда подходит грудинка. Она в гулешей исключительно хороша. Но, к сожалению, в нашу лабазу сегодня ее не завезли. Что самое интересное, нынешние и гуляш, и перкельт, и токань, и паприкаш – это блюда, которые имеют очень мало общего с народной венгерской кухней. Как утверждает Карли Гундель, на этого действительно величайшего венгерского повара молится вся Венгрия. Нынешние повара, шеф-повара самых крутых ресторанов Будапешта утверждают, зачастую без всякого нато основания, что они являются учениками самого Карая, ну или, по меньшей мере, учениками его учеников. Так вот, как утверждал Гундель, а не верить ему в основание я не вижу, эти наименования – результат молчаливого соглашения содержателей ресторанов с целью дать однотипное название блюдам с большим содержанием паприки и жареного лука. Кстати, как он себя чувствует? Отлично! Посмотрите, как зарумянился. Он сейчас карамельно-сладкий. Добавляю мясо. И сразу же сюда соль и побольше паприки. Действительно побольше. Вот на это количество я кладу 3 чайных ложки с горкой. Мясо надо немного обжарить на самом огне. Паприка вообще появилась в венгерской кухне меньше двух веков назад. Исследование, что откуда взялось, пусть занимаются историки кухни. Меня в первую очередь интересует вкус нынешних блюд. Вас, я думаю, тоже. Мясо слегка обжарилось. Теперь начнется этап медленной варки. Подливаю воды. Воду я буду подливать постепенно, по мере ее выкипания. Тут торопиться не надо. Мясо должно стать мягким. Соединительные ткани должны размягчиться и напитаться ароматным бульоном. Пока оно ловится, есть время заняться тестом для чапитки. В гуляш добавляют лапшу. Вообще говоря, чапитки – это непривычная нам лапша по форме. Это разновидность пасты. Состав теста для нее вполне логичен. Мука, соль, яйцо. Конечно же, сейчас же возникнут знатоки, которые скажут, «Никогда яйцо не добавляют в тесто для чапитки!» Друзья мои, поверим Кару и Гундулю. На него равняются самые лучшие шеф-повара нынешнего Будапешта. И он утверждает, что яйцо в тесто для чапитки класть надо. Положим и мы. Беру 200 граммов муки, одно яйцо и щепотку соли. Надо замесить очень крутое тесто. Дело это несложное, но и не очень быстрое. Всего процесса вымешивания у меня занял минут 15. Сейчас накрою его пленкой и пусть пока полежит. За это время глютен в муке окончательно набухнет, и тесто станет еще более эластичным. И если кто-то еще вдруг не посмотрел, обязательно посмотрите вот этот ролик. Там я рассказываю про глютен и про зависимость эластичности теста от времени вымешивания. Смотрите, мясо почти сварилось. Можно продолжать. Пока мясо варилось, глютен набухал, я тоже без дела не сидел, начистил картошки. Нарежу ее некрупными кубиками, так чтобы она более-менее сочеталась по размеру с кусочками мяса. Отправлю ее вариться вместе с мясом. А сейчас в эту кастрюлю надо добавить томаты. Однако есть одна тонкость. Летом существуют в природе действительно сладкие томаты, в которых мало кислоты. Сейчас у нас далеко не лето. А от кислоты картошка стекленеет, и вы умаетесь дожидаться, когда она сварится. Поэтому лучше дождитесь, когда картошка будет почти полностью готова или вообще готова. И только после этого добавляйте томаты. Я, по крайней мере, именно так и сделаю. А пока ставлю кипятиться воду для чепетки. Венгрии продают специальные терки для теста. Дело в том, что чепетки должны быть очень маленькие. Карель Гундель настаивает на размерах кубиков со стороной 4 мм. У меня такой терки нет, поэтому я вооружусь ножом. Вернее, сначала скалкой, а затем уже и ножом. Раскатаю тесто в те самые 4 мм. А затем уже нарежу, как получится. Линейкой или штангенциркулем пользоваться не буду. Так, что тут у нас с картошкой? Практически готово. И в кастрюлю отправляется буквально, наверное, 50-70 граммов протертых томатов. Класть или не класть томаты, каждый решает сам. Карель Гундель рекомендует на вот такую порцию, какая у меня будет указана в описании видео, положить 2 сладких помидора. Сладких помидоров у нас сейчас нет, поэтому я использую протертые томаты консервированные. А теперь черед сладких перцев. Паприки, свежих. Карель говорит так. Если у вас лето, если у вас есть свежие, вкусные, яркие, сладкие перцы, используйте. Нет, обходите сухой паприкой. Я вот приобрел сегодня в магазине вот такие цветные, поэтому нарежу колечками. Вот эти вот маленькие по вкусу отличаются от крупных перцев. Они с такой легкой остринкой. Не знаю, сколько они там по шкале сколовела, но я положу и их, и вот этот зеленый большой сладкий. Завершающие этапы. Много перцу вариться не надо. Сейчас немножечко побулькает. И готово. Как вы уже поняли, блюдо получается очень даже сезонное. Есть у нас овощи по сезону, используем. Нет овощей по сезону, соответственно, не используем. А какая густота уже, видите? Красота. Вода закипела, отправлю туда вариться пасту. Но это вот тоже для меня не совсем ясный, оправданный момент в гундуле. По какой причине он рекомендует отваривать чепетки отдельно, не знаю. Так, что тут у нас за галюшом? Красиво выглядит, правда? Смотрите, какая густота. Это картофельный крахмал дает себя знать. Так, проверю. На соль. Ой, как отлично. Нет, соли достаточно. А вот сахара, пожалуй, добавлю, потому что помидоры были явно недостаточно сладкие. Смело добавлю, наверное, чайную ложку. А что теперь? Отлично. Просто сказка. И последний штрих. Добавляю чепетки. Очень яркий, мощный вкус. Используйте и сладкую, и острую паприку, и вы получите великолепный результат. Он густой. Он насыщен ароматом перца. Просто сказка. Это надо готовить и есть. Есть и готовить. Оторваться невозможно. Извините. Картофель от долгой варки отдал в бульон много крахмала, Поэтому получился очень густой бульон. Это здорово. И мясо пропиталось всеми соками и ароматами. Конечно, лучше всего здесь была бы грудинка все-таки. Но даже и вот такое вот бедное коллагенное мясо тоже очень неплохо. Я очень доволен. Это даже не то слово, но то, что я доволен. Я считаю, что венгерская кухня в части яркости – это классно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ну, вы знаете. Если вас заинтересовала венгерская кухня, дайте знать. Пройдемся и по пиркюльту, и по паприкашу. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь. Новые ролики выходят дважды в неделю. И заглядывайте в описании видео. Там есть ссылки на Инстаграм, на ЖЖ, на ВКонтакте. В Инстаграме вы можете увидеть фотографии тех блюд, которые я только собираюсь приготовить на видео. В ЖЖ к некоторым выпускам, особенно со сложными рецептами, я пишу статьи, разбирая те моменты, которые, может быть, мне не удалось донести до вас на видео. А во ВКонтакте мне можно задать вопросы. Некоторые из вас продолжают пользоваться услугами Google+, для задавания вопросов под видео на YouTube. И в результате под вашими вопросами даже возникает кнопочка «Ответить». Google+, дурит. Поэтому лучше во ВКонтакте. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова